ну что товарищи друзья вы посмотрите на нутрию еду от оксаны оксана меня покрасила и я значит вот такая мокрая как будто я только что вынырла не знаю откуда пробираюсь домой так поправим вот так а знаете что я сегодня сняла еще вот этот видео про кирюшу видео про их кота такой блин я же показывал последний раз ему три месяца было а теперь 7 и он такой огромный обалдеть такой котяра вырос о-о-о посмотрите на видео почему не вы сушились потому что я сейчас поеду сразу домой в ванну поэтому я даже я никогда оксана не сушусь потому что я от оксана сразу еду в ванну в ванной я полежу и там уже потом я после этого я сушусь у нас тепло до тепло с носу потекло так чего мне сделать к сожалению у меня все крутится вертится вы у меня зеркало вот да вы у меня зеркало я сейчас данный момент видите держу телефон на сэлфи а почему он на сэлфи потому что у меня на стекле был этот магнит который находится дома я его забыла сегодня дома поэтому вот так вот я еду но ничего ладно самое главное слышно ой посмотрите чего делается солнце то какое безобразное безобразное безобразит прямо в глаза прямо в глаза мне светит ничего не вижу я девочки и мальчики не вижу вас больше больше это вот самое яркое солнце когда перед закатом вот оно такое прям оно не то что оно жаркое какое-то но у нас только яркое что вот абсолютно ничего не видно а видно только мое белое лицо и очки и даже глаза через очки видно настолько она яркая и вот так вот мы пробираемся домой в два часа я сегодня закончила времени уже пол шестого и вот только и еду еще домой но зато мы с оксаной съездили домой поиграли с кирюхой я сделала видео для вас чтобы посмотрели кирюшеньку оксана всем передавала привет говорит всем подписчикам передай привет поэтому передаю вам всем привет от оксаны и от игоря у вас покрасили уже до меня покрасили я мокрая еду по своясь и домой но солнце она конечно такое безобразное что сейчас я развернулась чуть-чуть поверну когда то не будет тогда солнца надо подождать немножко когда я подъеду вот вот так вот я еду держу на селфике телефон почему в салоне не сушили волосы потому что я еду домой в ванную поэтому я не сушу у нас на у нас на улице очень тепло зачем я буду сушить сидеть укладывать если я пойду в ванну сейчас это у меня обычная процедура я от оксаны сразу в ванну теперь охрана нужна на улице узнать охрана встает охрана охрана встает так рано вот еду домой винсент уже дома у меня завтра я работаю с утра и до шести вечера у нас обычно теперь у каждого из нас есть короткий день у меня вот обычно по понедельникам то есть я работаю по понедельникам до 2 до 3 часов это классно завтра я работаю до 6 то есть до самого закрытия послезавтра по моему 5 до 6 ну в общем нам дают 40 часов чтобы вы работали не меньше но и не больше 40 часов вот сейчас я могу смотреть на вас сколько градусов я думаю градусов 25 на раз сейчас с магнитом лучше лучше но я бы дома забыла я думаю специально что ли хоть хорошо селфи есть а так бы ничего ничего не смогла конечно лучше я вы я знаю как люба люба хорошо все хорошо у любы холодно у вас да что-то у меня в этой в этой кофте руки как у боксера я и так не не то чтобы худая какая-то конечно но руки у меня как у боксера такие плечища я смотрю сейчас на себя думаю неужели я вот до такого дошла но видать до имидж сменила нет просто покрасила волосы и мокрые волосы мне сейчас поэтому еду вы хорошенько спасибо мадам брошкина была мощной ну мадам брошкина то у нас люба она любит эту песню вот волосы у меня опять длинные стали опять длиннющие просто не придирайся к себе шли всех нафиг ты прекрасно спасибо вам большое нормальные руки ну какие уж нормальные я знаю какие нормальные руки бывают поверьте мне но с другой стороны вы знаете ну что я я никогда не была худой никогда служить мечтала похудеть одно время мне удалось похудеть с бандажом сейчас вот мне опять я набрала поэтому ну что я не так уж я конечно и ужасно выгляжу но похудеть хотелось бы но если не получается то ничего страшного переживем с вот едем-едем а кирюша то какой взрослый стал боже не надо худеть но эта фишка тем более вы не тот и не толстая ну и ладно вот у меня видите какие толстые руки конечно девочки которые пишут иногда что руки надо закрывать наверное надо но вы знаете по флориде и вообще в америке здесь никто не парится насчет рук вот если мне вот так вот удобно сегодня ходить вот если я люблю мне вот так вот комфортно то я буду вот ходить так и никто жизни мне не скажет вам надо прикрыть руки потому что вокруг еще не с такими руками ходят поэтому здесь как-то так на такую ноту удобно главное хорошо чтобы там где-то какие-то комплексы вы знаете я очень много комплексов с собой привезла из россии когда была в россии мне было тогда 30 лет и меньше как говорится да когда в россии жила и приехал сюда 34 но комплексов привезла очень много я хочу сказать потому что конечно там тыкали ну не тыкали пальцем но я имею ввиду что мы это все это знаем да как там говорят что вот и там как она могла так одеться так и боже как можно вообще было одеть такой наряд и все эти комплексы конечно слышишь на себя применяешь и я приехала сюда конечно ну просто мне казалось что вот я должна прям выглядеть и даже одеваться и все и вот да в 34 я приехала здесь 15 лет вот и поэтому конечно я вижу это в комментариях до сих пор руки надо было прикрыть джинсы такие значит некрасиво уже не по возрасту каблуки не по возрасту прическа не по возрасту помада не по возрасту и все вот возраст тыкают возраст возраст все указывает сколько тебе лет здесь конечно такого нет поэтому меня это очень радует что нет здесь такого чтобы меня мне тыкали на возраст говорили там там мне это нехорошо это нехорошо конечно я не буду одевать короткие юбки что показывать какие там свои ляжки как говорится Нет, я все равно такое не сделаю никогда Хотя тут очень много таких ходит, которые Смотришь иногда и думаешь Ну вот это точно было нельзя одевать Все равно ходят Я, конечно, так не оденусь Но я не буду стесняться своих рук Допустим, я не буду стесняться помады Или какой-то прически И тем более джинсы, если они у меня в дырочку Какие-то драные То мне абсолютно все равно, что думают, что это не по возрасту Мне это нравится И очень нравится Нет возраста абсолютно Я все реально говорю и я честно вам говорю Что я себя чувствовала намного старше В 34, чем сейчас в 50 В 50 я вот сейчас не чувствую Я, конечно, вижу по лицу У меня где-то вот здесь вот Как говорится, брыльи вот эти вот Начинают висеть, да, я это вижу Но я не чувствую этого Мне никто никогда в жизни не укажет на это Мне никто на меня не посмотрит как-то искоса Что я что-то не так одела Или как-то не так накрасилась Никогда в жизни Я никогда не услышу ни от кого О ком-то еще Понимаете, что вот она там не так оделась Даже не обо мне речь А даже о ком-то речь Чтобы я слышала там у меня в коллективе О ком-то там сказали Ой, боже, посмотри, как она оделась Какой ужас Я никогда не слышала ни про кого Поэтому я знаю, что про меня так же никто не скажет А вот И мне вот это очень нравится И я как бы Если раньше я могла там, да Вот когда там жила Я могла там с девчонками Ой, ужас, посмотри на нее Как она одета вообще То, конечно, эта привычка Она абсолютно отпала На ее нет этой привычки Здесь никто так не говорит Сейчас я вот этого Американки следят ли за собой Ну, как вы знаете Ну, как следят А если следят, допустим Ну, для многих Они красятся ли там, да Или на каблуках ходят Нет Но они всегда ходят чистые Они каждый день принимают душ Они каждый день меняют одежду То есть в Америке Это вот именно Следят за собой Это вот именно Больше всего идет На вот этот вот Я даже не знаю Какое слово применить Но чисто плотность, да А вот А то, что вот там они Что с прическами ходили Как-то там вот Ну и, честно говоря Я очень сильно вижу Когда девушки И тут вот, да Вот наши русскоговорящие Они там очень ухоженные, да С прическами там Я не знаю Накрашенных Пусть даже слегка, да Такой французский макияж Чуть-чуть Они очень сильно отличаются И это очень красиво И это очень гордо мне Когда я вижу таких девушек Я знаю И слышу Когда американцы говорят Ой, посмотрите Какие красивые девушки Вот мы когда-то Пошли с Винсентом На 8 марта Это было 2 года назад Или 3 На 8 марта пошли И он до сих пор Не может забыть И он все Артему моему Артем Если бы ты с нами Тогда пошел Ты не представляешь Какие там были девушки Они были одни У них не было мужчин Ты представляешь Они были просто одни Меня приглашали танцевать Его приглашали Я говорю Иди, иди, танцуй И он просто вот Не мог поверить Как такие девушки Могут быть одни У них не было даже парней Ты представляешь Артем И своим друзьям Он тоже рассказывал Что боже мой Какие они все красивые Ну вот это я знаю Что мужчины американские Конечно Они очень сильно западают На эту красоту И девушки наши Они Если даже она не такая Вот по природе Очень красивая То она все равно Сделает себя красивой Она накрасится Как надо И волосы уложат Как надо И будет просто красавицей Поэтому да Конечно Если сравнивать Чистоплотность Конечно Американцев есть Они приучены Менять одежду Каждый день Вот у нас Такого никогда Не было в России Чтобы мы меняли Каждый день То есть у них Меняют даже джинсы Каждый день Я не говорю Про носки Про трусы Это понятно Джинсы Рубашки Футболки Мы могли там Джинсы Те же самые Одеть На следующий день Пойти Но я не знаю Я допустим Хоть могла ходить Неделю В одних этих джинсах Вот И казалось Что если Ты стираешь вещь Что ты ее портишь То есть Не стирает вещи Не стирает Зачем же Я буду джинсы стирать Или там Какую-то красивую кофту Ой нет Нет Она тогда уже Потеряет вид Ну в общем все То в Америке Я им абсолютно Пофиг на вид У них все это Стирается в машинках Оно все растянуто Все значит Там Может быть В В этих Морщинах Мятая все Но чистая Для них главное чистая Поэтому Но я заметила Американцы не могут Красиво одеться Это мы русские подбираем Да Это правда Правда Конечно Это не все Я не могу сказать Что все 100% Американки Не могут одеться Если вы поедете В Нью-Йорк Если вы поедете В Майами В Чикаго В Лос-Анджелес Это совершенно другой мир Это мир Но это очень маленький Мир в Америке То есть Вот эти большие города Там где женщины Мужчины Они как бы Одеваются Одеваются для того Чтобы выглядеть Да То в основном Америка Это одна и так же Деревня В которой Американцы В принципе Никто не запаривается Как они одеты Как они выглядят Они вот просто Оделся и пошел Поэтому конечно Тот мир Больших городов Его нельзя сравнить С тем миром Вот где мы живем сейчас Да То есть Ну да Россия Я хочу сказать С другой стороны Вот то что Где мы выросли Это с одной стороны Плохо Потому что У тебя комплекс выработался Но с другой стороны Ты никогда себе Не дашь слабинку Чтобы выглядеть Вот Ну просто Пофиг как Да Ты постоянно Себя подстегиваешь Тем что Вот надо Как-то Себя в руках держать Неважно В каком возрасте Ты В каком-то весе А все равно Нужно держать Марку такую Чтобы вот Ты хорошо Выглядела Поэтому да Гордитесь Что там живете Почему я горжусь Где Чем я горжусь Не знаю Не понимаю О чем вы говорите Сейчас вообще Речь не про гордость Про гордость Сейчас вообще Речи никакой не шло Вот Поэтому Не могу ничего Вам ответить На ваш комментарий Я сейчас буду Заворачивать домой Поэтому У меня сейчас Будет Обрываться связь Я с вами Поболтала С удовольствием С удовольствием Поболтала И Я хочу Вам сказать Всем Спокойной ночи А у вас уже Наверное там ночь У меня если пол шестого Так у вас там пол второго Пол третьего уже Вот И поэтому Я всем Вам желаю Спокойной ночи Я завтра Выйду Наверное В эфир С утра Магнитик Я себе Приклею На этот Опять Присобачу Новый Шилд Вы знаете Что Лобовой стекло Называется Wind Шилд То есть Ветер И шилд Что это такое Загородка Или что такое Шилд И в общем Wind Шилд Это Лобовое стекло Я вам Даю просто Кто не знает Американ Английского Этого слова Ну все Я вам желаю Всем спокойной ночи Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры